Более 20 корреспондентов в виде операторов, редакторов, работающих на телевидении, интернет-сайтах и в газетах Уссурийска собрались в одном зале. Кто-то обсуждает объем работ на 2016-й, кто-то надеется получить награду за прошлые труды. Конкурс журналистского мастерства подводит итоги насыщенного событиями 2015-го. Работы оценивались в 14 номинациях. Для журналистов основными критериями профессионалами является владение словом, традицией и творческой подходкой к оригинальности подачи материалов. Этими критериями конкурсная комиссия взяла на основу строительства действия. Самую высокую награду на конкурсе «За вклад в развитие журналистики» получила главный редактор Уссурийской газеты «Коммунар» Зинаида Избенко. Человек с большим стажем работы в СМИ. Больше 35 лет Зинаида Ивановна посвятила печатному делу. 20 из них она – главный редактор издания «Коммунар». У нас праздник. Ну и, конечно, хочу сказать спасибо всем, всему своему коллективу, потому что если бы не было вас, не было бы здесь МИН вообще. Безбарьерная среда, скользкие тротуары, ЖКХ и другие проблемы города попадают в прямой эфир проекта «Накипело». Автор и ведущая – Ирина Мигунова. В 2015 году одна из программ набрала больше 27,5 тысяч просмотров в интернете и получила звание «Прорыв года». Корреспондент программы «Телемикс-новости» Ольга Муравьева стала автором лучшей серии материалов направления культуры и искусства. В области экономики и предпринимательской деятельности жюри выше всех оценила работы Евгения Талова. Лучшей серией материалов в области образования признали работы журналиста газеты «Коммунар» Нину Добычину. У нас столько детей действительно одаренных, талантливых, умников, которые вгрызаются в науку и при этом умудряются заниматься блестяще причем и творчеством, и спортом. Ну, об этих детях нужно рассказывать. 2015 год выдался ярким на события – от 70-летия Великой Победы до наводнения в августе. В период паводка информационная служба «Телемикса» работала сутки напролёт. Жители города ждали от местного телевидения самую горячую информацию. Из всех новостных редакций округа выделили «Телемикс-новости» за вклад в освещение ликвидации последствий ЧАЭС. Именно тогда мы ощутили всю ту сложность журналистской работы. И поэтому та награда, которую мы сегодня получили, я считаю, она полностью оправданная и заслуженная. Мы молодцы! Канал «Телемикс» снимает новостные и спортивные сюжеты. Телепрограммы «Мобильно», «Мегамозг», «Честная цена» накипела и подросток. Всё это зрители видят благодаря парням с камерой. Лучшим видеооператором жюри признала Антонова и Цеховского. Поначалу было очень тяжело, потому что новости – это новости, там всё статично. А когда снимаем программу «Подросток», там нужно движение. Поначалу было тяжело, меня наш режиссёр Ульяна Сотникова постоянно, так скажем, на путь истинный стайл, что да как делать. Ну, после я привык. Благодаря Алле Хрулёвой, автору рубрики «Будем вместе» на телеканале «Телемикс» ежегодно десятки детей находят своих родителей. Программа названа «Лучшим спецпроектом в профилактике сиротства». Будем продолжать вместе дальше работать, чтобы самый последний ребенок услышал, наконец, эти долгожданные слова, собирается, за тобой пришла мама. Также две награды в активе газеты «Уссурийские новости» у Ольги Белослюдовой и Романа Винокурова. В номинации «Лучший фоторепортаж» победила Евгения Черентаева, интернет-сайт «Уссурнет». Лучшая серия материалов, посвященная 70-летию победы, у Татьяны Романовой, корреспондента «Новой прессы». Автором лучшей серии материалов на военную тематику стал Дмитрий Прокопяк из информационного агентства «Уссурмедиа». Виктория Калинина, Екатерина Рехтина и Игорь Антонов. Телемикс.